Всем привет, друзья! Сегодня мы с вами будем менять дисплейный модуль на LG G2. Полгода назад я снимал почти такое же видео, почти, потому что мы меняли дисплейный модуль вместе с рамкой. Сегодня мы поменяем только дисплейный модуль, вот так он выглядит. Достаточно тонкий. Цена замены 95 евро. Кто-то меня просил, я уже не помню кто, кто-то из подписчиков, поменять дисплей вместе с тачскрином, как меняется дисплейный модуль без рамки. Сейчас мы с вами это сделаем, быстренько. Итак. Видите, да? Полоска. Тач работает, дисплей хана. Был удар. Не пойму с какой стороны, скорее всего вот здесь вот вмятина серьезная. Дисплейный модуль с верхней стороны, с верхней стороны у нас разъем тачскрина, вот и с этой стороны разъем дисплея с нижней стороны. Заклеенный бренд, как обычно. Достаточно хорошего качества, да, но дисплейный модуль. Цена его 80 евро и 15 евро мы берем за замену. Итого 95 евро. Так, итак, открываем, снимаем заднюю крышку, снимаем слот сим-карты, которого здесь нету, вот. Его или сняли, или потеряли. Снимаем крышку. Много пыли. Так, болты, винты, которые держат заднюю часть данного смартфона, все одинаковые, за исключением одного, вот этого вот, черного винтика, маленького. Вот, все остальные по периметру идут у нас одинаковые. Итак, откручиваем. Вот. Снимаем все винты. Очень много таких моделей у нас в Барселоне. Вот, вчера было, не знаю, буквально три, по-моему, три аппарата приносили тоже на замену дисплейного модуля. Вот, и сегодня принесли один. Я вспомнил, что нужно снять видео дисплейного модуля без рамки. Итак, скручиваем винты. Данный дисплейный модуль, который идет без рамки, стоит на 10 евро дешевле, чем того, который идет с рамкой. Итак, выключаем телефон. Вот здесь он сзади отключается у нас. Отключаем телефон. Снимаем. Так, вот здесь у нас остался еще один винтик. Снимаем верхнюю крышку. Здесь у нас находится разъем тачскрина. Отстегиваем разъем тачскрина. Отстегиваем батарею. Снимаем антенный модуль. Так. Далее аккуратно снимаем коэксиальный кабель. Очень хрупкий. И еще один черного цвета. Здесь вот. Здесь внизу. Остегиваем разъемы дисплея. Аккуратно снимаем нижний модуль. Микрофон. Вот здесь вот у нас находится. С такой резиновой прокладкой. Аккуратно его вытаскиваем. Дабы не повредить его. Отклеиваем. Отклеили модуль. Временно вытаскиваем. Здесь находится у нас паз. Где аккуратный. И загибаем его пока в сторону. Вот так вот. Чтобы он не мешался. Далее. Снимаем разъем вместе с драйверами. В принципе все. Сейчас нам осталось только нагреть его. Вытащить. 350 градусов стоит у меня на фене. Нагреваем по периметру. По большей части снизу и сверху. Поддеваем. Достаточно легко. Вытаскивается дисфлейный модуль. Учитывая, что у нас сюда еще просочилась пыль, то конечно вытащить его было совсем легко. Так, выбираем в сторону. Естественно, скотч удаляем. Который уже, судя по всему, давно пришел в негодность. Запылился. Очищаем периметр. Проклеивать будем обычным скотчем 3М. Здесь у нас излом. Рамка поломана. И так. И так. Удалили скотч, удаляем пыль с поверхности. Достаточно пыльная сама поверхность, можно даже промыть из-за припиленового спирта, дабы улучшить поверхность, чтобы скотч сел как можно крепче к ней. Пробываем горячим воздухом поверхность. И проклеиваем таким вот скотчем 3М нарезанным по миллиметру. Выбирайте сколько вам удобно, к примеру здесь лучше снимать по миллиметру конечно же, вот так вот. И здесь там можно сразу по 3 по 4 миллиметра снимать, ну и также сверху я ставлю на паузу. После проклейки дисплейного модуля продолжим снимать. Итак, возвращаемся к видео. У меня все готово. Удаляю бумажки. Периметр полностью проклеен. Единственное, друзья, в данном видео я опустил проверку дисплейного модуля, потому что смело действую, потому что дисплейный модуль, все дисплейные модуля, которые я менял здесь, вот этого, данного качества, не было ни одного бракового, все достаточно высокого качества, вот поэтому я опустил проверку. Поэтому хочу сказать, если вы заказываете, если вы заказываете дисплейный модуль, там допустим, с интернета, или покупаете где-то, обязательно проверяйте до проклейки, вставляете вот так вот дисплейный модуль, пристегиваете, проверяете, вытаскиваете, потом уже проклеиваете и собираете. Итак, вставляем все разъемы, разъемы дисплея, разъем тачскрина, вот у меня здесь, я уже вставил, так, застегиваем тачскрин, застегиваем тачскрин, здесь, здесь у нас такая небольшая головоломка, будьте аккуратны с микрофоном, потому что он держится, видите, на очень тонком шлейфе, вот он у меня, поэтому поаккуратнее с ним. Итак, вот сюда у нас выходит разъем дисплея и вот сюда, вот в эту щель, то есть, между кабелями у нас проходит другой разъем дисплейного модуля. Давайте вставим еще раз, чтобы было понятнее. Так, это у нас подложка с драйверами дисплейного модуля приклеилась, вот так вот оно должно выглядеть, вот, вместе с разъемом просовываем ее вот сюда, вот просунули, далее вставляем, аккуратно вставляем, нижний модуль, кабеля пока не пристегиваем, застегиваем вот этот вот нижний разъем, на жесткий разъем попался, вот, вставляем шлейф, обязательно обратите внимание на этот паз, шлейф должен лечь внутрь, так вот установили здесь вот на вот этой вот микроплатье, видите да, где находится, вот я покажу где находится, конденсаторы, драйвера всяческие, вот, эта часть должна быть проклеена антистатиком, можете снять его со старого дисплея, либо, вот у меня есть такой вот, нарез готового рула, заклеим его, и так далее вставляем микрофон, вот эта вот выемка, которая здесь у нас находится, она должна быть верху, то есть она вставляется вот так вот, соответственно ставим ее таким вот способом на микрофон и далее вместе с микрофоном вставляем в свое отверстие, далее соединяем, соединяем кабеля, черный, и белый, соединяем кабеля, теперь пристегиваем в конце в самом батарейку, можно включить дисплей, дисплейный модуль, дисплей загорелся, давайте поставим антенны модуль вниз, далее верхнюю крышку, собираем все это дело, закрутим единственный черный винтик, который у нас есть вот в это отверстие, ну и далее уже по периметру все винты у нас идут одинаковые, сковородавшие, сломали, все это по периметру, сломали, сливочной, сливочной, зажигом, тормали, сливочной, сюда простоputные сковороды, периметру, rå을 сбежать, все это было, нежелочная, сливочного масла, и демокла, а то есть вытек, итак включаем телефон как видите все работает еще раз повторюсь очень качественные дисплей модуля на этом не только на эту модель вообще на все лоджи идут все работает друзья осталось до собрать винты закрыть крышку ну и можно еще как следует прессануть дисплейный модуль на скотч так чтобы не оставалось зазоров здесь вот сильно не давите в общем то и все на этом всем спасибо за внимание с вами был доф закручиваем все винты всем удачи в ремонте до свидания